Новости Москва-Баку. Здравствуйте. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе военного присутствия России в стране для ее безопасности остаются на совести армянского руководителя. Именно так во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джихуны Байрамовым российский министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал по просьбе журналистов недавнее высказывание армянского премьера. Заявление процитированного вами руководителя Армении я оставляю целиком на его совести. Напомним, в середине января Никол Пашинян выступил с заявлением, что по его мнению военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и наоборот создает угрозы безопасности Армении. Отметим, что 27 и 28 февраля Сергей Лавров находился с официальным визитом в Азербайджане. Поездка главы российского МИДа была приурочена к первой годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии, которую лидеры России и Азербайджана подписали в Кремле 22 февраля 2022 года. В рамках визита в Баку у Лаврова состоялись переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым, а также с главой МИД республики Джихуном Байрамовым. Во время встречи с лидером Азербайджана Лавров анонсировал ряд совместных мегапроектов Москвы и Баку, которые будут иметь как двусторонний, так и региональный, а где-то даже глобальный характер. Ильхам Алиев в свою очередь затронул вопрос армяно-азербайджанского урегулирования и выразил надежду, что этот год станет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув особую роль России в вопросе нормализации. В завершении визита министры иностранных дел России и Азербайджана приняли участие в заседании Российско-Азербайджанского экспертного совета в Баку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила попытки Запада вклиниться в ситуацию на Южном Кавказе, назвав их хамством. Об этом она сегодня заявила в интервью журналистам. По словам официального представителя МИД России, западники это делают не для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а с ровно противоположными целями. Такая политика ведется не для урегулирования конфликта, а с ровно противоположными целями. К сожалению, такую тенденцию мы наблюдаем на протяжении многих лет. Сейчас западники еще больше активизировались. Захарова отметила, что история не знает успешных примеров урегулирования конфликтов с участием западных партнеров. При этом количество вспыхнувших по их инициативе очагов напряженности увеличивается. Вы знаете, никто не сможет сказать, что где-то, где побывала нога или рука или мысль коллективного Запада, стало лучше. При этом Захарова выразила надежду, что в ходе армяно-азербайджанского урегулирования будут реализованы мирные инициативы, выработанные совместно с Россией. Регион Южного Кавказа можно назвать в прямом смысле узловым. Этот регион можно назвать еще одним регионом, где все-таки есть надежда, что будут реализованы те мирные инициативы, которые были выработаны сторонами совместно с Россией. Напомним, 23 января Совет Евросоюза принял решение об учреждении новой гражданской миссии Евросоюза в Армении сроком на два года. На границу Армении с Азербайджаном 20 февраля отправились 100 наблюдателей из Евросоюза. И хотя миссия Евросоюза заявлена как гражданская, 50 человек в ее составе – вооруженные жандармы. При этом Азербайджан выступил категорически против размещения этой миссии на своей границе. Российская страна также с осуждением отнеслась к размещению миссии Евросоюза. МИД России тогда отметили, что если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии. Армения передала Азербайджану проект регламента работы комиссии по делимитации. Об этом сегодня заявил в ходе правительственного часа армянский премьер-министр Никол Пашинян. Недавно мы передали Азербайджану проект регламента работы комиссии по делимитации границ. И ждем отклика на этот документ. Пашинян также упомянул, что азербайджанской стороне передан вариант мирного договора, предложенный Ереваном. И армянская сторона через некоторое время получит реакцию на предложение. При этом он отметил, что уже прошло три этапа работы над мирным договором, обменов предложениями. Работа в этом направлении, по его словам, должна продолжаться. Пашинян заключил, что прежние предложения по открытию коммуникаций, обеспечению приграничной безопасности остаются в силе. Накануне в штаб-квартире российского миротворческого контингента, временно размещенного на территории Азербайджана, в городе Хаджалы состоялась встреча командующего российскими миротворцами Андрея Волкова с представителями азербайджанской стороны и армянского населения Карабахского региона Азербайджанской республики. Об этом сообщают различные СМИ. Отмечается, что в ходе встречи была обсуждена ситуация на Лачинской дороге, где уже более двух месяцев проходит акция азербайджанских экоактивистов, выступающих против незаконного освоения армянскими компаниями месторождений Карабахского региона Азербайджана. В рамках встречи была рассмотрена возможность экологического мониторинга представителями азербайджанской стороны двух месторождений, Газелбулак и Демирли, чего и пытаются добиться экоактивисты. Во встрече азербайджанскую сторону представлял руководитель мониторинговой группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В группу входят специалисты из Министерства экономики, экологии, а также закрытого акционерного общества Азерголд. Подчеркивается, что в ходе беседы стороны также провели предварительное обсуждение о реинтеграции жителей Карабахского региона армянской национальности в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Участники встречи договорились продолжать дальнейшее сотрудничество. Добавим, что это уже вторая встреча представителей Азербайджана и армянского населения Карабахского региона Азербайджанской республики при непосредственном участии миротворцев. Ранее такая встреча прошла 24 февраля. Вместе с тем на дороге Ханкидилачин уже более 70 дней не прекращается протестная акция азербайджанских экоактивистов, которые требуют остановить незаконное освоение месторождений полезных ископаемых армянскими компаниями в Карабахском регионе. Суммарные инвестиции в основной капитал в развитии освобожденных от армянской оккупации Карабахского и Восточно-Зангизурского экономического районов Азербайджана в 2022 году составило около 2,5 миллиарда долларов, что почти в два раза выше показателя 2021 года. Об этом сообщили сегодня в Госкомитете Республики по статистике. Инвестиции в Карабахский экономический район в отчетный период составили более 20% всех инвестиций в основной капитал по Азербайджану за прошлый год. Наибольший объем капиталовложений в минувшем году был вложен в Шушинский район – более 400 миллионов долларов. Инвестиции в Физулинский район составили 323 миллиона долларов, а Гдамский – 193 миллиона долларов. Инвестиции в основной капитал Восточно-Зангизурского экономического района по сравнению с 2021 годом возросли в 2,5 раза. Из них основная часть вложений в Зангеландский район, а также Джибраильский и Кельбаджарские районы. Как сообщалось, вложения в основной капитал в Азербайджане в 2022 году составили более 9 миллиардов монатов – почти 5,2 миллиарда долларов, что на 17% больше показателя 2021 года. 238 спасателей МЧС Азербайджана, принимавших участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операций в Турции, сегодня вернулись в Баку. Об этом сообщили ведомствам. При этом отмечается, что более 500 специалистов еще продолжают вести поисково-спасательные операции. При вылете из Турции спасатели провожали как героев, благодарили за оказанную помощь и самоотверженность, проявленные в ходе поисково-спасательных операций. После сильнейших землетрясений с эпицентром в турецком Кахраман-Мараши с 6 февраля в зону бедствия направились 760 азербайджанских спасателей. По сообщению МЧС Республики, азербайджанские специалисты вели круглосуточную деятельность, разделившись на три смены. 6 февраля им удалось вызволить из-под завалов 53 человека, в том числе 17 детей. Также удалось извлечь тела 755 человек, в том числе 174 детей. Азербайджан развернул полевой госпиталь в Хаттае, который функционирует и по сегодняшний день. Еще два полевых госпиталя действуют в Кахраман-Мараши, где медицинскую помощь получили свыше 2000 человек. Сегодня остаются работать в зоне бедствия 25 военных врачей МЧС Азербайджана. Также азербайджанские волонтеры продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Они готовят и раздают еду, одежду, лекарства, средства гигиены и прочие товары первой необходимости семьям, проживающим в палаточных городках. Совместно с турецкими волонтерами они заботятся о детях, которые лишились своих домов. И вот уже три недели проживают в палаточных городках в Хахраман-Мараши, Хаттае, Адиямане, Малатье. Проводят для них различные развлекательно-познавательные мероприятия. При этом количество погибших от сокрушительного землетрясения достигло 45 тысяч 89 человек. Об этом сообщает агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции Афат. Жертвами землетрясения стали жители 11 турецких провинций. Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения. Одно из которых было с эпицентром в районе Кахраман-Мараши магнитудой 7,7 второе спустя 9 часов в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6 балла. Стихийное бедствие вызвало огромное разрушение и тысячи жертв в Турции и Сирии. До сих пор ежедневно специалисты фиксируют сильные авторшоки. Так, сегодня около 6 утра по местному времени в районе провинции Кахраман-Мараш произошло новое землетрясение магнитудой 4,4 балла. Ранее землетрясения магнитудой до 6 баллов фиксировались в других районах Турции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова